мои дорогие телезрители я рад приветствовать вас в городе сидрун суровое такое название гараша я поражаюсь этого слова у них тут язык вообще жесть немецкий с итальянским так намешать что вообще даже на швейцарский не похож суровый город сидрун стоять бояться едем облачка альпы чат тормозишь я понимаю что вы вдвоем едете но на тротуар за есть хотя умница молодец так вот дети на батуте прыгать смотреть далеко не прыгнет о гаде гаде петровна уже гаде петровна хренович а хреновна петрович или как она там была а гаде петрович хренова точно прыгала на батуте и потерялась вот потерялась и я так а мы едем груна для круна это это итальянская понятная какая-то корона там фиг его знает швейцарские домики типичная швейцария о козел нет ни мужика торшила вон там деревянный вы струганы бабульки пенсионерки зонтиком гуляют у какой-то чан зелененький ски и я клёво едем спать не может он просто повис что в голова не падала чё за городе и не какие-то названия вон какие прелести смотрите клёво так мы едем пока дальше вот еще мостик я не могу парковаться морозить дорога сзади машин дофига где могу там не видно ехали наслаждаемся этой красотой вон туда сейчас на самый верх я тут просто ребятки решил остановиться какой зачет смотрите домики домики все это в долине вон разваленная церквушка какая-то и его час мы вот так вот туда 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 и вон туда куда они фаникулер идет туда и наверх поедем вот вот эти горы вот будем пересекать убирали пас клёво как смотрите просто божественная красота цветочки всякие растут тут понеслась ребятки горная дорога узкая достаточно для двух машин на большой скорости поэтому такие вот кормушки кормушки кармашки кормулечки сделан мелки у реально прям ногу полубоком стоят на склоне 45 градусов а то и больше и куда ты летишь сейчас еще прямая прямая вот потом начнется жестокий поворот один за другим и мы едем так ну чё ребятки вот он пошел обер альпас в горку и вот такой вот серпантинчик так что сейчас еще не очень а кстати я с той стороны уже ездил и маш мы ездили когда ленка твоя приезжала с антоном с той стороны когда он еще машина металл чехии мы их там где-то они катались потом встретились и мы с той стороны ехали во флимс как раз они меня достали школьники мои одноклассники так ну чё природа просто супер и мы валиваем все выше и выше и выше и выше ну чё едем вон 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 туда сейчас на самый верх ребятушки вот милки со всех сторон реальный вот они ну кому покушать но ну ну не хочет он со мной общаться вон видите машины едут наверх вот вот мы сейчас точно так же будем это все делать и это хорошо товарищи и это просто замечательно вот они вот сзади машины не могу уже остановиться возле коровки вот она прям травку точит смотрите без роги да я помню эту дорогу как я сваливал сверху вниз и сваливал и валивал вон он серпантинчик пошел и это просто прелесть так что ехали просто посмотрите на эту прелесть какая дорога какой кайф и говядина везде по краям гуляет вот подъехали кроме то елища и маруся добавила и тащи эту говядину в машину пельмени гуляют да 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 смотрите ли планка какие столбики я понимаю что они бетонные но в любом случае я думаю не спасет просто столбики в гармошку в ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра все окно открыл хотел пофоткать мы на другой стороне вон облако прям в горах клево как я кайфую ребятки от этой дороги о чувак ты крут на велики водопаде к но маленький часто становится здесь марусь я не был говядина давай рома леща ей ему так ехали машина сзади вот маш вот это вот смотри вот вот какая кусок пельменя так все едем вон туда видите вот это вот полосы это все дорога вверх которая ползет давай вот к этой корове пристанем марусь так ну чё поехали дальше нет никого нет никого едем взгляд видео да 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 почему меня тревожишь так начать едем у автобус нам навстречу идет разойдемся или не разойдемся подумал водитель что это там спереди идет юндай еще ему велосипедист мешает юндайчик и x35 смотри как как антоша прям в гору наваливает слабаку антоши еще маска была давай мужик кто тормозит тот проигрывает я не тороплюсь аккуратно еду какая замечательная дорога ребятки на прошлый раз когда я по ней спускался дождь был было мокро вон какая петелечка снизу и было не камильфо а сейчас дорога сухая сцепление отличное просто колеса асфальта можно уваливать так ну вот ребятки вот будка там типа стоянки для много-много машин отсюда же фаникулер уходит вот сюда в правую сторону а с левой стороны озеро озеро называется обральп з я здесь нахожусь вот именно на этом озере третий или четвертый раз возможно скорее всего 4 соответственно этот паз я столько же раз пересекал и мы находимся на высоте более двух тысяч метров сейчас я остановлюсь мы погуляем сходим к озеру вот к самому озеру я кстати второй раз только пойду и сейчас вам скажу какая у нас здесь высота вот 2046 метров над уровнем моря так что паркуемся и идем к озеру ну и вот ребятки мы собственно горя здесь вот она оверальп з и это шталзы то есть там спереди стоит плотина мы вот так будем ехать в андермат ну где-то километров 10 отсюда андермат спуститься надо будет вниз кстати здесь спуститься надо будет вниз вот дорожка и там будет город а мокро как мы взяли с собой сумку с едой что будем сидеть здесь и прям кушать около этого озера как я сказал уже шталзы и там плотина стоит и вот она набирается вот из этого водопада гигантского фаникулер идет вон туда наверх на одну сторону фаникулер идет туда я вам расскажу да покажу то что ты прилипла к моей ноге летать с одной ноги на другую где жирная какая-то муха не зеленая я знаю что они не ошибаются так ночам садимся и кушаем нет ребятки сам прикол то что чистейшее озеро прозрачнейшая вода и чуваки с удочками стоят а так вот оно весь все в мальках в рыбах значит здесь рыба немерено вон там побольше вот они рыбачат здесь только что слышал мурмуль пищал так так ну идем аккуратно дорожка вот камень там по вашему мостику я лучше здесь клёво как вот и хотела выгнать с камня иди выгонять очень хотела рыб рыбку забрать клёво как ну вот ребятки на этом самом месте произошел наш пикник я время три часа я уже все съел в принципе я почти все съел еще в девять утра но я все-таки решил оставить четверть недоеденного что прям весь день не голодать не рассчитал рыбка плещется ну чё сейчас кушаем я курю и идем обратно к машине и спускаемся с высоты 20 до 2046 метров где-то на на тысячу на полторы я думаю где-то так городу андермад ставим машинку и там есть так называю так называемый тофельсбрюке то есть погода видите голубое небо солнце ну здесь то понятно 17 градусов снизу будет градусов 20 максимум тоже не так сильно тепло ставим машинку и полтора часа маршрут до этого дофельсбрюке то есть не получилось погулять вокруг озера погуляем здесь таков план час 10 4 километра 4 километра ты сказала подъем максимальный 26 метров ну 4 километра за 40 минут я дойду за полчаса бегом ну вот таков план ребятки так что увидимся я думаю здесь ничего больше не произойдет природа я уже показывал если мурмаля не встречу чтобы показывать пришлось его здесь только людей но хотя ну а то пищал же кричал там где-то по траве но в любом случае увидимся я думаю уже в андермате так что вот так ребятки мы все здесь же я вот тут рыбку примани вот она вся сюда сплыла об камень бум я не все на камень у колодные какие смотрите их там навряд ли будет видно но их там кишит просто вот такие вот пескарики прикольно а листик утонул они вон он плавает я думал это черепаха ее камнем он нифига ей пофиг это листик все-таки оказывается ляпота то какая ребятки ляпота но мужик на с той стороны сидит смотрит на меня уже вот так вот руку что-то там рыбу от меня отпугиваешь говорит сережка ежит у нас прям все рома доедает и мы едем дальше сусанина не иван звали он был женского этого пола мария сусанин походу куда нормально дорожка по которой хотел идти вдоль речки вон там вышли я вижу дорогу говорит ты знаешь пароль это слепой зрячему сказал что он видит дорогу и зрячий поверил вот машина валим отсюда от дождя главное ноги промочил только сверху теперь поэтому болоту шагать они у меня снизу мокрый пофиг она грязнет для симметрии вы только у тебя есть запасная обувь до едем ну вот ребятки и покинули мы это место выбирать пас у тут дом примучил аккаунтом удочку раскинул и въехали в кантон ури андермат раз в ури да круто и пересекли мы оба ральпас вон там озеро все также его видно здесь туннелем а и пятнадцать с половиной градусов 60 ограничения мы в андермат да марусь так но из цель андермат и едем вот сейчас вам покажу где озеро заканчивается она не такой большой вот здесь вот сбоку сразу конец и там плотина андермат андермат 10 километров 12 минут езды и мы в андермате так а вот оно озеро да я в курсе вон у нас плохая погода спереди и скалы альпы снеж в снегу да вот она закончилась вот там дамба и маленький ручеек с нее падает и вот здесь просто маленькая горная речка журчит до самого андермата вот она так что спуск спереди велосипедисты и мы едем сейчас посмотрим будет красиво некрасивнее прямая дорога в ущелье так что серпантин начнется непосредственно перед андерматом там вернемся 80 карл и они также идут четыре велосипедиста с горочки ну окей 80 их догоняем не вот ровно 80 держат еще 78 80 офигеть ребятки это почти 100 километров в час с горки на велике ох колеса тонкие маленький камушек что-то ломается и это кувырком опасно ничего там наяривает он тут второй педали крутит горит так стоять он еще лег а первая у них девчонка тон задает или это чувак потлатый такой ну в любом случае едем так ну чё ребятки пришлось мне нажать до ста семи чтобы я обогнал двух велосипедистов до начала серпантина вот эту вот бабу я не могу обогнать вон ту потлатую спереди которая едет она самая походу пухлая из всех них я никто обогнать не может и мужик ты чё он ее обогнал а это тоже мужик ты сколько 40 а тот все вниз пошел и это у нифига себе у него игры я в шоке все 60 но тот вы хорошо вваливает 7 смотри поворот какой игра не меня я я осторожно еду так ты пристегнись он там андермат снизу вон он перед на вот ровно передо мной вон тогда я его уже вижу отсюда вон он красавец крутой горнолыжный курорт так что сейчас там паркуем машинку и идем искать этот тофельсбрюке где-то он в долине должен быть из него офигенный вид и они опять 80 валют даже больше ладно вот такие вот серпантиновые дороги у нас мы едем 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 фига смотри он еще колено выставляет как мотоциклист типа чтобы об асфальт коленом так тык 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 ну равновесие . как она называется не они опоры центр тяжести смещаешь но это да-да-да едем увидимся в андермате нет блин я вам хочу показать эту дорогу просто ребят 80 в такой поворот то они психи чувак не делай так я же тебя изнутри обгоню не открывай такой как он наяривает и даже вот обгонять боюсь потому что все равно придется тормозить и он меня опять обгонит едем и мы ребятки в андермат приехали вот двигаемся по городу какие тут тела ходят я вам отвечаю все сидят что-то кушают все что-то пьют солнышко светит здесь наверху было 15 половиной градусов здесь девятнадцать с половиной градусов куда-то побежала ну давай милости прошу вот домики деревянные типичные швейцарские мы едем на вокзал рыбка в аквариуме форель и сейчас на вокзале машину ставим и оттуда вон спереди вокзал здесь я не ошибаюсь должен там быть заправка до слева и потом вокзал и потом идем искать этот тофель из брюки то есть когда приедем мельдуемся припаркировались не на вокзале а вот здесь просто кинули на въезде вандермат он альдорф 36 километров и природа вон оттуда с гор мы только что спустились и вот прямо идем там где-то минут 40 ходьбы будет тофель из брюки и походу мельдуемся да ладно ребятки я в шоке я не знаю что это такое но это прикольно в скале просто три окна и огромные ворота и вон дверь входная прикольно клево как вот и обещанный ауфтик максимально в 26 метров он оттуда где машину поставить кстати мы что нашли тофель из брюки вот мы идем на него уже указатели стояли и 700 метров от него если пройти дальше или до него я так и не разобрался не понял марусь этот памятник суворова или суворову короче написано суворовс день кмаль так что вот идем еще будем на это все наблюдать эту дорогу знаю туда обратно на люцерна цюрих ехать я по ней неоднократно ездил и он серпантин и горные реки мосты туннели вообще прикольно так что идем клево как андермат расстраивается вон суток у а смотрите там сверху еще бетонные вот эти из скалы выточены двери окна бункер клево да ребят вот это вот снимал вон сверху это бункер потому что вон тоже дырки но окна двери в скале потом огромная скала из скалы выходит кусок здания вот она как михалыч вот она чо так ну идем а мне нравится такой ваннер вот по такой дороге ходить клево идем вот это вообще впечатляющий черном куснуть хочешь проверить под напряжением нет так вот эти смотрите сооружение дамбы вон речка речка называется ройс как тот самый ройс из дортмунда наш немецкий национальный игрок нашей команды национальных германии лева вон да вон эти окна тоже прям скале клево о ресторан вот так тут можно это а как дальше а переходишь вниз вот это круто ого ты смотри как там глубоко иди не тормози тут пробку создашь и куда же мы вышли ухты нифига себе опа нифига клево как вот сыра я уж по лесенке ой блин едем конечно тут паровозик ходит и вот это тормоза когда он это чтобы не уехал сильно назад отсюда мы на машине могли бы выехать так вот сейчас идем искать этот тофельсбрюк я думаю нам вон туда и сейчас видно будет разберемся вон водопад так что идем ребят кого теперь частично вдоль дороги о смотрите ухты вон туда прям клево как тема да ладно давай тут у погуди вот так ну блин я так не играю не хотел гудеть клево как а а а вон он а как туда спуститься идем лёва зачет а это вот мы с той стороны шли чтобы не перелазили здесь не обходили вот так пришлось обойти вокруг снизу и сюда подняться кайф красота вот так это прелесть выглядит ребят ульки класс какой вот написано что еще или нэн шлюхт это самый бикантастый шлюхт в швейцарии самая известная а вот тут у нас кантон ури а этот кантон я не знаю что это за кантон может быть вот этот вот гр гр а уфиг понять а вот он суворовский пас вон он брусчаткой выложен до клево замечательно просто если туда дальше ехать можно прям через перевал приехать по которому а вон вниз дорога маш ведет смотри перевалу приехать который к сувор ведет к тому перевалу который выложим брусчатка на высоте 2000 метров и там прям памятник типа надгробной плиты суворов стоит мы там были один раз проезжали было клево так что вот дорога еще идет вниз идем посмотрим что там виде какой потрясающий вид отсюда открывается на всю вот эту тему которая сливается клево а мы идем дальше по леснике вниз там вообще веревочка будет сбоку чтобы за нее держаться там уже мельдуемся и здесь земляника обитает везде по всей швейцарии вся швейцария в землянике вот я еще одну нашел я маша нашла вперед оказывается льва вот здесь вот или люди останавливаются ну короче или там все конец или поход прям скалу вот это я не знаю сейчас узнаем но красиво очень ухты как клево вот прям скалу с освещением идем это круто клево ухты какой он длинный какой-то длиннючий туннель ребятки а как тут прохладный с потолка и по бокам капает у кого у тебя кофта собой клево вот такая холодная и темная ну да серверная я помню мы с тобой класс я помню мы с тобой еще ездили где-то в Италии мы с тобой были я помню еще обычный фоткер он бежит от солнца скрывается да он тенек искал так идем так ну вот ребятки мы вернулись в студию и где мы вышли и мы вышли на том мосту который сейчас будем искать в какую сторону Маш в какую сторону Суворова вот он Суворова Денкмаль нет это Ава Мария а вот георгиевская ленточка русские флаги что ты рассказываешь Маш посмотри Маша георгиевская ленточка и русские флаги а вон оно федералиссимус ой сейчас туда отойду прочитаю фельдмаршал да что-то там написано прикольно идем вон он ну вот ребятки вот они горы и вот что я могу прочитать доблестным ты фиг разберешь уже все стерлось с подвижником генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова Римнискато что такое Римнискато я не знаю а третью строчку я не вижу отсюда вот и туда дальше можно вообще вандровать это Вандавейк на Готхард но мы не пойдем мы еще возвращаемся вот по этому мосту доходим до сюда или вон там уже возвращаемся в Вандермат садимся на машинку и едем а тут глубина и снизу водопад речка бурлит шумит очень все красиво клево а тут стройка ведется так что вот так ну короче ребятки краткое содержание вот про этот мост о Филисбрюке выйдем я покажу короче в 1200 году построили мост и он стоял здесь потом в 1595 его сделали каменным и в 1888 из-за непогоды тут видимо водопад или ветер или что-то такое он сломался и в 1956 его сделали вот таким какой он сейчас есть и что Суворов бар круто давайте пивасику и вот и вот этот мост представляете стоит с 56 года и сам факт то что он соединяет очень важное направление ну в сторону Готхарта и это круто и говорят что был построен еще в 1200 году с помощью дьявола поэтому называется то Филисбрюк будьте здоровы бабушка чихнула так ну вот это круто ребятки а вот этот Суворов бар это вообще зачет там даже на русском исторические рестораны я вижу вон русские флаги бело-сине-красные флаги смотри сколько их сложено там а? ну на японском на итальянском на китайском на русском на английском так а мы идем вот почитать все таки этот памятник я хочу посмотреть что там написано вот оно в Туфельсбрюке это круто как? Гусен Денькмаль Гусен Денькмаль ну да ну не памятник Суворова русский русский памятник вот так они назвали прикольно ну идем смотрим так ребятки а вот теперь я вам могу прочитать вот этот памятник русским как они его назвали доблестным сподвижником генералиссимус фельдмаршала графа суворова ремникс кого князя итальис кого погибшим с твердым знаком при переходе через Альпы в 1799 году он погиб но войска его напал офигеть опаньки ребятки вот я нашел это когда в 1898 году тут кто-то что-то вон даты стоят дрался вон французы с кем написано французское место и они дрались мост разрушился видите и они все друг друга постреляли французским солдатам это место французов памятник им которые погибли против русских вот а вон там знак я прочитал там написано вот памятник русским там написано что австрийцы французы и русские не раз оккупировали эти места я думал суворов как бы перешел через Альпу чтобы навалять французам оказывается русские заняли Швейцарию чего узнаешь о истории так ну что а мы идем обратно к машине и едем дальше так вон ребятки мы вон там вот гуляли вот это все туда-сюда и помните как там два вапна там два этих символа было разделялись кантоны я говорил Урия 2 я не знал нашли там знак сейчас стоял заканчивается здесь кантон Урии и там начинается кантон Тесин вот а нам буквально пять минут мы у машины садимся и когда будем ехать я уже мельду и скажу куда едем что почем так что вот вот так вот отвечаю отличное место Маша говорит сколько раз мы были в Андермате и вообще в этих краях а никак не заезжали сам прикол то что мы всегда ехали вот по этому туннелю и я бы мог повернуть голову направо и увидеть бы памятник но все равно бы не разобрал на скорости что там написано но сам факт что проезжали но раза три три четыре я не знаю ни меньше ни больше и вот не пожалели что сюда пришли это круто сам этот мост очень красивый нашел Маруся нашла показала мне я туда встал реально там одно место есть где ты стоишь под мостом ну или вблизи первого моста и вдалеке еще один и еще один то есть все три моста панорама прям как картинка с интернета вот такой зачет и соответственно суворовский бар русский памятник это круто и картина ну не картина а как сказать гемельды нет но там не гемельды было а статуя вот статуя святой Марии с Иисусом на руках и красная ленточка благодарность георгиевские ленточки русские флаги флаги и там орден в виде креста такой ну вот как эти суворовцы таскали раньше на груди носили гордились вот этим вот такой тоже там прям пришпандорин так что вот давайте ребятки увидимся в машине ну что ребятки я рад приветствовать вас приветствовать вас в машине и мы выезжаем у нас сейчас будет супер пас Маша да она воткнет и короче все и все заряжаем ехать нам 83 с половиной километра и все это будет длиться ровно час и 43 минуты то есть жестокий перевал и это круто товарищи и мы едем вот едем в город Нидеррид который находится на интерлаконзе и нет ну оно вообще не интерлаконзе ну озеро на интерлакене короче там два озера бринцер другое тунозе да одно туно другой бринцер вот мы будем на бринцерзе в этом Нидеррид будем купаться с ней не будет дождя так что ехали ну вот собственно говоря ребятки та дорога вот он тофель с брюкой по которым я приезжаю вот суворов вот хоть раз я повернул бы голову и увидел бы а так не видел нифига и все ого как я помню этот спуск офигенный я вот Роме рассказывал как у меня у половика тормоза вонять начали на этом спуске постоянно нажать на тормоз машина разгоняется это жесть все тормозят так что едем сейчас чуть-чуть вам покажу примерно петельки какие здесь вон Рома вниз может посмотреть направо видишь петли какие вот так они уже асфальт почти положили год назад я здесь ездил да мы год назад были тут в августе в прошлом году и тут все перекрыто было еще грунтовочка а вот уже новый асфальт уже разметку сейчас скоро чертить начнут прелестно вообще вон петелечки сейчас отсюда должно вон туда вот вид хороший быть горная река и все вот это вот дорожное переплетение пока еще не видно а так ну вот ребятки поправочка это был не прошлый год в августе а позапрошлый но тем не менее дорога красиво новый асфальт прелесть едем клево как тадам вон там горная река туннели 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 ладно едем в порядке температура у нас была 24 сейчас мы ниже спускаемся как-то непонятно 22 и 5 стало И на этом тогда Мы наш выпуск закончим И увидимся в следующем Как мы будем пересекать Сустенпасс И ехать до озера Интерлакен Кстати, температура показывала 25 Только что там на табло Вряд, наверное, не знаю Так что вот, в следующем выпуске В пузико Субтитры сделал DimaTorzok